привет дорогие друзья что-то я вот осенью захотел утки в яблоках вот прихожу домой жены дома нету ну думаю сделаю сам испеку и заодно вам покажу как я это делаю но это происходит обычно без фанатизма просто берем утку покупаем ее в игрокомплексе или еще где-нибудь там на рынке и так далее сейчас осенью утки жирные классные вот она будет замороженная можно набрать в раковину воды положить туда утку чтобы она поскорее разморозилась что будет происходить итак для приготовления вот этой ручки нам потребуются яблоки нам потребуется соль желательно адыгейская потому что там уже всякий перец перемешив и потребуется мед меда вот у меня мало я не знаю хватит у меня его или нет но будем стараться как-то натянуть его на утку и нужна будет случайно попавшаяся иголочка с ныточкой чтобы все это дело зашить я уже давно этого ничего не делал вот но не знаю как получится так получится очень смотрите уберем адыгейскую соль посыпаем и натираем утку лапы хвост внутри все обязательно натираем сколько надо соли это вы уже сами по вкусу я люблю соленые перченые мы берем мед и сделайте так чтобы у вас было много берем желательно жидкий вот такой и натираем утку вот этим медом это для того чтобы взялась она корочкой такой вкусно не переживайте сладкая нас этого чересчур не будет она будет просто то же самое внутри хвост грудку спинку все это натираем вроде бы кстати медом не хватило обязательно вот ноги натру потому что лапы я люблю больше всего пока что получается немножко до конца до разморозилась я думаю будет все хорошо так теперь надо нарезать яблоки яблоки и просто нарезаем прям со шпоркой и так далее теперь берем вот эти яблоки и прямо фарширую мутку где раньше у него были внутренности туда сейчас мы запихиваем яблоки желательно это все делать поплотнее чтобы утка именно протушилась вот этим яблоком и яблочным соком ну вот как видите на небольшую утку нам хватило пары яблок то есть видите да как это происходит вот она утка вот они яблоки и теперь вот это дело нам надо все зашить можно конечно же и не зашивать но тогда она есть вариант что она немножечко подсохнет и яблоки подсохнут и она внутри все не протушится и будет ну не совсем вкусно поэтому обязательно вот это дело зашиваем или иглой или допустим берем вот эти зубочистки деревянные просто так втыкаем как будто бы сшиваем вот у меня зубочисток к сожалению сейчас не оказалось поэтому придется старым дедовским методом сшивать иголкой и ниткой так приблизительно вот что у нас получилось вот такой безобразный счет но ничего страшного противень помазать обязательно под солнечным маслом дарить немножечко водички и поставить утку в уже разогретую духовку это важно теперь мы нашу уточку сейчас положим в уже разогретую заранее духовку вот и уже там нальем на противень воды но приблизительно сантиметр чтобы уровень был чтобы она для начала немножечко вся протушилась и так запарилась потом эта вся вода испарится и будет все хорошо а 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 и а а а а а ну это все приблизительно этот процесс займет часа два два с половиной но иногда три занимает обязательно надо каждый раз открывать духовку поливать ложечкой утку собственным жиром для того чтобы она не пригорела иначе она высохнет и будет очень вкусно но в принципе я вам еще покажу как это все делается обязательно обязательно ее надо поливать 6 немножечко подгорают надо если честно так себе получается было лучше давно я не делал уже ну короче все буду есть ну вот нифига себе утка получилось сейчас будем резать и пробовать прихватки убираем жрать охота ужас так берем ножик вилку хрен со ссылкой пытаемся отрезать ножку я вот не знаю готова еще и надо поделать чуть-чуть ну что пробуем я думаю что она готова ребят очень вкусно утка в яблоках прям вам очень советую подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх лайки и для меня это очень важно и интересно скорее